Всем привет! С вами Неламоп. Мы сегодня продолжим пройти игру под названием Крипитейл. Криповая история. Так, эпизод у нас 7. Заходим. Это у нас уже, по-моему, третья глава. Всё верно. Маленькое зло называется она. Вот мы, собственно, появились в игре и понемногу двигаемся. Бежим. Прыгаем. Какой-то замок. Ух ты, мост прогибается даже. Гибкий мост. Гибкий-пригибкий мост. Это хорошо. Идём. Что здесь? Постучимся. Оу, я могу заходить сюда. Могу выходить. А что дальше? А тут два. Смотрите-ка. Оно всё одинаковое везде? Нет, по-моему, они все разные. Двери. Бум-бум-бум. А это что такое? А это что-то закрыто. Не открывается. Рука. Бабочка. Хм. Что тут за мост? Куда-то ведёт нас. Наверное, тут мог погибнуть и прыгнуть. А я даже не буду туда вниз спуститься. Нам нужно как-то работать и действовать. Судя по... Тихо. Можно было что-то посмотреть. Что? Что он там посмотрел? Я не понял. Просто смотрит иногда. А почему туда смотрит иногда? Не понял. Ладно. У нас есть два помещения, в которых нам, собственно, видимо, и придётся сейчас что-то придумывать. Вот. Заходим в первое. Что мы тут видим? Библиотека. Полно различных книг. Крестик. Что тут ещё есть? Книги. Опа. Книжки. Я нашёл какой-то камушек. Хм. Цветок. Могу перетаскивать. Может, за цветком что-то пряталось? Книги. Зачем мне может быть цветок? Может быть, мы должны по цветку залезть за верёвку дёрнуть? Нет. Чё-то не то. Тут какие-то есть ещё вот такие вот шнурки. Так. Ужить-ка. Подвину. Что происходит с верёвкой, когда я её дёргаю? Видите? Поднимается верёвка. А эту? Сверху тоже дёргается. Должно быть, я должен что-то вешать на эти верёвки. Правильно я понимаю? Так. Сверху. А, там какой-то человечек сверху сидит. Вернее, не сидит. О, удочка. Удочка Х. Надо что-то удочкой словить. Что-то нужно выловить. А он там играет в домино, что ли? Так, на книжке. Прыгать мне нельзя на книге. Что-то я ещё нашёл? Ещё какую-то фишку. Мне надо будет с ними играть, наверное, в игры. Так, вот ещё одна. У меня их уже три штуки. Нам придётся играть в домино сейчас. А он у меня сейчас не бахнет? Если я попадусь ему на глаза. Привет, мужик. Нападаешь на меня? Ай. Нужно как-то его отвлечь. Сверху... Как мне его домино поставить на доску? Ну вот все мои вещи. Я пытаюсь пока что с этим мужиком разобраться. Так, он отворачивается. Захожу, к примеру. А, не так, зашёл. Я думал, что я сейчас... Вот он тут стоит, смотрит. Развернулся. Я захожу. И пробую сейчас применить, наверное, посмотреть. Никак. Ничего. Не икс. Чешет голову свою и разворачивается. Что я могу ещё здесь предпринять? Что я могу тут ещё сделать? Верёвки какие-то дёргаю. Мы никак не попадём в эту дверь. Его нужно как-то отвлечь. А доминошка у него только одна. Почему я не могу её там забрать, непонятно. Так, тут что? Тут ничего. Меня нашли. Он за мной бежит, а я от него убегу. Всё. Ну, я тут больше не могу себе представить, что мне дальше делать. Наверное, нужно двигаться теперь в другое помещение. Может быть, мы там тоже найдём ещё домино... Доминошки вот эти вот. Верёвки. Цветок. А цветок мне нужно, может быть, наверх как-то затянуть? Нет, я его... А зачем цветок я постоянно таскалю? Хм. Верёвки тоже непонятно, что дают. Ладно. Давайте выйдем, попробуем ещё посмотреть в другое помещение. Там же была ещё одна. Ещё одна башня. Вот эта. А ну-ка, что тут было? Тут у нас, значит, я вижу колокольчик. Платформы. Платформы, на которые нажимая, я смогу забраться наверх. Нажать на рычаг, да? Вот первую нажал, поднялось. Опустилось. Надо запомнить очерёдность определённой нажатия кнопок. Так, один. Так, два, три. Два, три, один. Пробуем. Два. Три. Один. Нет. Два, три. Два. Три. Два. Два, три, два. Один. О! Два, три, два, один. Ой! Два, три, два, один. Ну, мне кажется, что это будет лучше всего, если я буду записывать. 2, 3, 2, 1 Правильно? Теперь, допустим, тройка Нет, тройка не подходит Тройка нет Еще раз 2, 3, 2, 1 И попробую еще раз двойка О, двойка прошло Пишу себе 2 Вы поняли? Первая, вторая, третья, четвертая 2, 1 Ой, один не подходит Вот теперь у меня Я бы точно не запомнил все цифры 2, 3, 2, 1, 2 Видимо, 4 Прыжок на четверку Нет, 4 тоже не подходит А я теперь не знаю 4 не подходит 4, надо записывать какие цифры тоже не подходит Потому что я забываю, которые я цифры 2, 3, 2, 1 1, 2 Допустим, 3 О, 3 подошла 3 подошла А теперь 1, наверное Или 4 Давно не было четверки 4 О, 4 подошло 4 подошло Либо двойка, либо тройка Я думаю, тройка Да, тройка За рычаг Тройка подошла 1, 2, 3, 2, 3, 1 А теперь что? 1, 2, 1 Нет, 1 неправильно 1 нельзя В конце 1 не подходит В конце Еще раз 2 3 2 1 2 3 4 3 может быть снова 4 рискну 4 теперь надо вернуть за рычаг как-то удочкой давай удочку не удочка давай а все я уже до самого верха дошел и все образумилось так дергаем за рычаг вот справа опустилась эти кнопки тоже опустились так 4 до в конце было но я цифровой код запомнил теперь я могу тут залезть наверх наверное нажать то есть дернуть за рычаг и забрать колокол ключ какая-то скважина как это должно работать так берем колокол чик ключа у меня нету тут должно быть как-то нужно сделать так чтобы тут потом эти платформы появились для того чтобы они появились нам нужно раздобыть ключ колокольчик а что за рычаг такой нет чуть не разбился я должно быть теперь с помощью колокольчика так что тут произошло опять эта девушка они словили одного черта изменника видимо эта девушка принцесса которая с короной было в прошлой главе я помню ее куда они повезли его это все очень странно это все очень странно и чё с ним будет теперь открыли принцесса вышла и чё она будет откроет эту дверь наверное откроет умц просили бабочка красная она желтая раньше была всегда так разверел что она теперь ему скажет делать вару она с помощью своей руки смогла открыть эту дверь и затянула туда твой урок рога выросли а чувствовать и чё эти будут делать а у них бабочки бы вылетали глаз это мега странно хорошо что наш персонаж сильно далеко не высовывался и все они у него обошлось потому что могло удочка еще у меня есть должно быть мы что-то удочка должны будем еще сделать вот есть здесь возможность подцепить колокольчик есть где я спрячусь за цветком нам нужно как-то сюда заманить наверное и что он не придет сюда сейчас или придет это мне непонятно так цветок могу ли я на цветок запрыгивать могу я могу за него прятаться цветок я могу прятаться наверное колокольчик могу забрать на регирует эту веревку попробую забраться наверх и заманить сюда этого чудика колокол вот допустим сюда но он спуститься вниз а дальше мне что делать мне только один колокольчик допустим дёрну если он спустится конечно если он конечно спустится а пришел так как мне теперь его привлечь сюда кто наш умел кто наш умел непонятно и он уходит обратно в себе и нужно как-то его как-то два колокольчика мне нужно раздобыть так уж то ли непонятно мне я повесил колокол я его отвлек дальше что как я могу тут еще поступить могу снять колокольчик обратно пока что никаких меня догадок нету удочка как-то можно удочка еще применить не знаю не знаю удочку нет но я его могу сверху отвлечь дергаю еще раз дергаю чтобы посмотреть что он будет делать я могу его тут заманить сюда эй чувак я здесь он спускается вниз я здесь дядька и забирай колокольчик забираю убегаю сюда быстро он думает что 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 это так а я быстренько сюда опа привлёк его сюда а сам за дерево прячь за цветочек заныкался у меня немножко мозги шурупают я за цветком вот он не заметил да заходи же ты в дверь почему почему он так долго у меня тупил я нажимал z он не заходил теперь я смогу у него тут что-то своровать доминошку нет нельзя коробки о какой то есть какой-то тумбочка что ты думаешь так долго пойдем наверх что тут у тебя за механизмы ящик о маску нашел как не маску использовать зачем мне маска картина я нашел еще одну доминошку ящик удочка здесь надо крутить куда-то опа колокольчик здесь повесить но для чего что я должен него забрать ключ пока что непонятно если я какую-то приманку повешу на крючок не знаю удочка нет нужно колокольчик обратно раздобыть но как он же тут вечно ходит туда-сюда обратно маску никак не применить птица как тут можно здесь нужно как-то его а как-то маску одеть умеет никаких функций чтобы маску одеть мне сейчас словит скорее всего ну я сейчас попадусь наверняка уходи 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 он испугался его схватили и чё я теперь хоть с маской остался с маской вот здесь по идее вот этот вот вариант единственный я вижу повесить рыбку опять вешаем рыбу больше ничего нельзя сделать ни маску нацепить ничего только приманить это существо возможно мне нужно его перекормить или мне нужно как-то реально на то чтобы она не достала рыбу чтобы не прыгала как это ой 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 рыба рыба вот так чуть-чуть а дулю тебе не дам тебе рыб спрыгивает не может достать как я должен ее напугать маска вы видели никак нельзя было на нее подействовать никакого обозначения не было просто вот так вот надо было нажать это не честно обычно появляется какие-то штукенции так теперь нам нужно а рыба есть все таки а у меня еще одна рыба есть медлеры все тут и подпрыгивая пришел пошел доминошками твоими заниматься потом скачешь и что теперь о что что то все значит один все неправильно но каждого каждой фигуры есть своя длина ходьбы это три это тоже очень длинная это на 3 это на одну да нет еще есть у них цвета желтый фиолетовый о это один тут тоже самое а 2 может быть тот же самый код который мы только что водили на подъемнике теперь 3 до тоже самый код что и на подъемнике был теперь 2 нет не тот же самый план тогда сначала 2 2 потом 3 начало 2 потом 3 потом допустим 1 1 потом 1 2 3 1 потом хочу 4 например 4 тоже пропустила теперь хочу 6 каприз у меня а теперь хочу 5 6 5 6 5 дальше как и чё за фигура вырисовывается непонятная теперь какая ну допустим 1 1 пропустила 1 какая теперь ну не знаю двойка например и двойку пустили тройку а может тут это не мне не так это нужно проходить четверку все сбросила четверка не подходит четверка нет но я так все хорошо угадывал как будто бы мне какой-то чутье есть 2 3 1 2 3 1 4 6 5 1 2 придется ошибutz д по моему что-то я не то наклацал А не знаю 6 Мы должны же, наверное, просто переместить их всех на ту же самую часть. Я так подозреваю. Ну, 6 прошло. Допустим, 2. И 2 прошло. И что это все значит? Давайте 4. 4 прошло. А теперь что? Допустим, 6. 6. Написал. 5. И теперь 2. 2 и 3. И последняя троечка. О, я получил ключ. Вроде бы не так все сложно, как оказалось на первый взгляд. Хватаем его. Ключик забираем, не стянем. Так, он тут все смотрит, прыгает. А мы убегаем. Теперь у меня, в принципе, с шифрами у меня все хорошо. Я знаю, как туда наверх забираться. Ключик, скорее всего, от того замка, который был вон там сверху. У меня такое подозрение. 2. 3. Ой, тихо, прыжок. Ай, не то. Не то, не то. 2. 3. 2. 2, 3, 2. 1. 2, 3. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3. И 4. Все, можно дергать. Хватаемся за рычаг. У нас опускается правая платформа автоматически, да? Идем. Дергаем за эту штукенцию. Поднимаем все вверх, вставляем ключ. И, по идее, у нас эти все платформы должны выдвинуться. Правильно я понимаю? О, ключ подошел. В чем я и говорил. Поехали. Прыгаем, пока они не задвинулись обратно. Ай. Ты чего? Аккуратно. Оп, оп. Да паркурщикам нужно быть еще опытным. Аккуратно прыгать просто. А почему здесь нету платформы одной? Не понял. Как же там должен был поступить? А как тогда быть? Удочкой. Опа. Точно. Удочкой внизу секретный рычаг дернул. Офигенно. Догадался. И что? Где я-то? И что мне тут теперь? И что мне это дало? И зачем я сюда попал? Удочкой снова что-то делать? Опять удочкой. Лестницу. О-о-о. Удочка сломалась. Ммм. Ну ладно. Клетки, клетки, клетки. Посмотрим на клетку. Кто-то вырвался из клетки. Мы идем в дверь. Куда мы попадем? О! Что мне теперь делать? У меня рыба есть. Не знаю. Не знаю. Как мне прыгать туда? Я же не долечу. Если прыгну, я просто ударюсь. И надо будет... И как быть? Как быть дальше? Лестница нужно. Мне нужна какая-то веревка. Ай. Бум. А удочка? Уже все. Только... А как мне туда долететь? Как мне долететь на ту сторону? Тихо-тихо. Тут что-то было. Клетка. Рыба есть. Удочкой понятно. Вот здесь и непонятно. Если я сейчас прыгну просто... Не знаю. Не знаю. Я уже недалечу-то не зацеплюсь никогда в жизни. Пишут, подсказывают мне. Прыгай посередине. О! Меня? Меня? Эти духи перенесли, спасли. Почему они не спасли? Загрузка. Это мы должны быть попали в третью башню. Вот это принцесса. Так. Принцесса. Монстры. Ее спальня. Камень. Видите? Так его. Желтый камень. Какие-то у нее тут... Рукописи. Таинственные. Что-то она с человеком там сделает. Что-то там пытается умудрить. Накрутить. И что-то... Что-то... Мы должны тут какое-то запомнить. Для себя потом как-то подчеркнуть с этой бумаги. Ну пока... Ладно. Ковер. Цветок. Это... О! Меня увидело существо здоровенное. И девочка же сама испугалась. Так. Ладно. Туда нам идти нельзя. Идем наверх сразу. Смотрим, что тут. Есть ампулы разные. С бабочками причем. Не знаю. Я взял одну... Взял одну, короче... Банку с бабочкой. Теперь тут есть у нас лаборатория. Нужно что-то мешать. Но мне должно быть... Надо было мне, наверное, посмотреть... Так, это что? Мы должны какую-то микстуру получить здесь. О! А ты кто такой? Бабочку держи. Хочешь? И что будет? Он ее просто сожрал. Мне нужно какую-то специфическую бабочку... Бабочкой его накормить. Видимо, мне нужно было все-таки... А это что? А... Это как это понимать? Ах, да я, короче... Трубочка какая-то. А что это такое? Зачем это? Ну, это понятно. Тут надо что-то смешивать. Значит, бабочкой... А бабочку... Может, мы должны бабочку туда положить в этот самый? В котелок тоже? Нет. Идем вниз. Какие-то должны быть цвета. В книге должно быть цвета какие-то. Тут цветов нет никаких. Есть какие-то точки. Есть бабочка, которая должна... Ага, существо вселилось. То есть, превратился в существо. Четыре... Грибы... Тут цветов вообще никаких нет. Нигде подсказок цветовой гаммы тут не видно. Подписи... Точки есть подозрительные. Может, это типа как... Какие нам нужны... А, тут есть точки, вот. Вот есть там кружочек. Там, где, короче, чтобы разъединить существо. Одна закрашенная. Одна круглая-круглая. И две снова закрашенные. Должно быть закрашенные... Ну, что такое закрашенные? Цветные. Ну, там же много цветов различных. Тут каких-то цветов нету никаких. Подсмотреть. Нету. Только там... Вот. Я на себе... Сколько? Пять точек. Здесь пять ампул. Здесь, может, цвета книг. Четыре цвета. Надо каких-то, чтобы было пять цветов. Что тут здесь было цветное такое? Пять под... Нужно, чтобы было пять цветов каких-то. Один, четыре, пять. Мне подсказывают. Но я не вижу, где бы это было указано. Один, четыре, пять. Пишут. Один, четыре, пять. Ну, давай попробуем по порядку. Так вот. Как мне подсказывают. Один. Четыре. И пять. Но где вы это высмотрели? Я не понял. Подмешаю. Так. Какая-то зеленая жижа. Горит. Что-то такое зеленоватое получилось. Берем бабочку, макаем. Подкрасим. О, она получилась синей. Синего цвета. Синего цвета бабочка. И что с ним будет? Он не выплюнул. Назверел. Он поднялся. И что теперь? Он мне не сожрет? Цепочка. Красный против синего. И что он мечется теперь? Что я должен теперь применить? Один, четыре, пять. Готово. Для морковки, наверное, нужен какой-то другой рецепт. Другие цифры. Другие. Морковка. Тут где-то есть? Нарисовано. О, морковка. Морковка, лапа, один, два, три написано. Ой. То есть посередине все. Все посередине. Видите? Морковка, лапа. Морковка, лапа. Наверное, два, три, четыре. Два, три, четыре. Нужно приготовить специальный раствор для морковки. Наверное. Так, ну сейчас попробуем. Эту жидкость спускаю, а эта начинает мешать. Два. Один, пять, говорят. Да? Один, пять, мне говорят. Ну, либо один, два, либо два, три, четыре, либо один, пять. Ну, давайте один, пять, прислушаюсь к вам. То, что вы мне подсказываете. Так. Поджигаем. Оранжевый раствор получился. Он сейчас станет еще свирепий, наверное. А где морковки нету, что ли? Надо новую морковку. Это уже не пойдет. Но раствор я смешал. Ладно, тебе отдам сейчас эту морковку старую. Старая морковка ему ни к чему. Ему с этим раствором нужна морковка. Идем вниз. Так, что-то он тут записывает. Алхимики, юные алхимики, разворачивайся, существо. Так, теперь морковку воруем. Идем наверх. И макаем ее. Вроде бы все должно получиться. Ну, не все, а что-то. И что, какая реакция будет? Никакой реакции! Неправильное зелье. Вы мне неправильно подсказали. Зелье ваше было неверно. Наверное, был я прав. Два. Три. Четыре. Наверное, моя все-таки правда. А мне сказали 1-5 поначалу. Я прислушался. И ничего не помогло. В книге было... Видите, я слушаю то, что вы мне говорите. И, оказывается, не всегда вы правы. Так, два, три, четыре. Я смешал. Разверначивается. Забираем морковь. И двигаемся. Морковь. Макаем. Зелье. И даем ему. Держи, дружище. Тебе такая морковь по вкусу? О! Он... Что произошло? Что это было? Это... И что? Моя душа вселилась в существо. Вот это. Офигеть. Я могу драться? Я теперь им управлять могу. Прыгать могу? Нет, не могу. Так. В кроватку. Книгу. Цветок. Чтобы драться. Морковка. О, здорово, мужик. О! За шкирки его взял. Что с ним делать? Он его поднял. Сейчас задушит. Или как? И что? И что? Что теперь я... О, и все, я его задушил. Так долго его душил. Я что-то не понял. А что теперь... А принцесса дрожит! Привет, принцесса. Хватай ее. Ее тоже задушил. Всех задушил. И бабочка на свободе. Так. А брат? А братец где? Так. Мне нужно теперь вниз спуститься туда. Могу даже припрыжку. Оп, оп, оп. Так, существо мое тоже покинет. Я могу морковку вообще намутить себе. О, дверь, которая была захлопнута. Так, тут что? Думаю. Свеча, подсвечник. Так, это какая-то основа, какая-то головоломка. Так. Должно быть в книге было какое-то... Так, я не знаю, какой тут пароль. Какой шифр. Что здесь? Не знаю. Не знаю. Не знаю. На стол не могу закарабкаться. Мне должна быть какая-то подсказка в цифровом виде в этой книге, скорее всего. Тут все подсказки. Какие-то две цифры должно быть. Как-то должно быть разрисовано все. Я не вижу пока, чтобы была здесь какая-то подсказка. Вижу ворону. Вижу зелья. Вижу зелья, которые помогут бабочка. Где тут подсказка? Ну, должно быть здесь, по идее. Или не тут? Тут должна быть какая-то... А может быть там и без подсказок, которые здесь использовать, мы сможем разобраться. Которые надо... Надо как-то их дергать туда-сюда, и ты поймешь. Тут ничего я не вижу. Пробую сейчас тогда на углу. А, подождите-ка, тарелки. Раз, два, три, пять тарелок здесь. Нарисовано. А тут? И чего? Допустим, раз, два, три, четыре. Раз. А это сразу сбрасывается. Раз. Неправильно. Раз, два, три, четыре. Ага, раз, два, три. Понял, это саму, наверное, это... Опа! Кусочек бабочки активировался, вы видели? Опять погасло. Да что ты будешь делать? Это сложно. Раз, два, три. Ну, тогда надо записывать. Сверху три. Снизу. Раз. Снизу один. Первый этап пройден. Дальше идем. Сверху. Один. Два. Три. Два. Сверху два. Второй этап. Сверху два. Значит, сверху три. Это будет непросто, я так подозреваю. Раз, два, три. И снизу один. Вот, это надо записывать. Бабочка активировалась. Теперь два сверху. Раз, два. Снизу один. Снизу один. Так, какая-то есть последовательность определенная, я так смотрю. Сверху один, наверное. И снизу один должно быть тогда, если так по логике. Нет, логика тут не работает. Тогда попробуем сначала. Один, два, три. Один, два, три. Один. Так, активировалась. Это мы знаем. Раз, два. И здесь один. Активировалась. Это мы знаем. Я думал, что здесь будет один. И здесь один. Пробую. Один, два. Два работы. Три. Три работы. Четыре. Четыре работает. Пять. Вот пять не работает. Значит, сверху будет четыре, а снизу не знаю. Раз, два, три. Один. Есть. Первое отгадано. Раз, два, один. Отгадано. Теперь сверху четыре. Раз, два, три, четыре. Ну, снизу один. Никак, никак иначе. Все, тело бабочки у нас отгадалось. Вы поняли? Все, открылась дверь. Бабочка активирована. Здесь мы больше ничего забрать не можем. И что? Я выбрался сейчас с этой пещеры. А как дальше быть? А, это еще в подвальной помещении есть. Полно бабочек. Куда пойти? Налево? Направо? Как называется? Лестницу на колесах. Берем ключ. И здесь ни в коем случае, ни в коем случае нельзя, нельзя дергать рычаг. Вот этот рычаг. Сначала нужно ключ вставить. Я так, вначале я дернул рычаг, потом ключ начал искать. И у меня все зависло. Нужно сначала ключ вставить. О. Теперь дергать рычаг, скорее всего. О, нет, здесь. Офигеть, всех клеток сидят. Они всех вот так вот ловят людей? А зачем? И души типа похищают. А где его братик? Это последний что ли? Это вон висит. Я не знаю. Это дверь. Кто? А, вот и для него. О, брат его. Здорово, брат. Снял. Вот, в самом начале мы их видели. Он какой-то зомбированный как будто. А, нет. О, что-то выплюнул. Какой-то. Он блюванул. Все, брат спасен. Он. Он спасен. Так. Ничего плохого не произошло. Так. Достижение. Счастливый конец. The Game by The Cube Studio. Да. Значит, это глава у нас получается заключительная. Графика. Кто ее сделал, кто музыку написал. Это заключительная глава. Всего три главы. Коротенькая довольно-таки игра. Но были моменты, где реально я не знал, что делать. То есть она в некоторых моментах была не совсем простая. Мне понравилось. Хотелось бы увидеть продолжение. Но я не знаю. Как-то она реально слишком коротка. Если, допустим, ты знаешь все, где, как делать, то ее можно, наверное, если ты все нюансы знаешь, или ты какой-то прям, прям не знаю, какой-то вундеркинд. Это может и за час ее можно пройти. Но у меня, конечно, времени больше ушло, потому что я ничего не знал куда. И то мне подказывали на стриме. Что, нажмем? Что, какую-то кнопку? Музыка? Может какие-то дополнительные будут истории? Ну, брата спасли. И чего? Эта злая принцесса как-то, короче, всех существ не контролировала с помощью своих злых заклятий. Вот такая вот игрушка короткая получилась. Ну, прошли. Вторая часть? И нету, потому что только недавно вышла первая часть. Так, и все. Наверное, это все создатели. В любом случае, я рад, что я прошел еще одну игру. С вами был Неломок. Мы играли в игру под названием... Как же она называлась-то, а? Называлась она Creepy Tale. Вот так-то. Creepy. То есть, мрачная или криповая, или такая страшная история. Вот так игра и называлась. Такие вот дела. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...